Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня в моей рубрике «Век живи, век учись» речь пойдёт про опухоли кожи, то есть всем известные папилломы, кандиломы, кератомы, бородавки. Вы узнаете, как их не спутать между собой, как точно определить, нужно ли их удалять. Если да, то каким образом? Другими словами, почему они растут, развиваются, размножаются? И как их безопасно для здоровья ликвидировать? Есть очень много разных новообразований у человека. Фибромы, кисты, миомы, полипы. Но это больше внутренние, а есть ещё наружные, на коже. И вот о них сегодня и пойдёт речь. Я уже выпускал одно видео про кожные новообразования гемангиомы. Посмотрите это видео потом непременно. На коже и под коже всегда возникают какие-то новообразования. Бугарки, скопления аномально развивающихся клеток. Но иммунная система их подавляет, и эти клетки то возникают, бугорочки то проходят. Это нормально. Ведь в клетках кожи идёт постоянная борьба. Наших иммунных клеток с аномально развивающимися клетками и с инфекциями, попавшими в слои эпидермиса. Собственно говоря, все клетки нашего организма подвергаются рано или поздно воздействию свободных радикалов и иных факторов. Но при делении клеток всегда образуются ошибки рано или поздно. И по мере накопления этих ошибок, когда иммунная система не справляется с их ликвидацией, возникают аномальные клетки. Постепенно они размножаются, увеличиваются в объёме и обособляются от организма. Так возникают любые аномальные опухоли. Вот почему так важны вещества-антиоксиданты разные, о которых я постоянно в своих лекциях говорю, чтобы они защищали наши клетки организма от их возможного перерождения. Но это на начальных этапах. И такая антиоксидантная защита очень важна для всех групп клеток и тканей нашего организма. Очень важно держать кожный покров чистым. Это, кстати, главный лакмус, показатель здоровья организма. Разные виды наростов и образований на лице часто говорят о всевозможных проблемах с внутренними органами, в основном с почками и печенью. Очень важный момент запомните. Возникновению любых фиброидов предшествует дефицит кальция в организме. Дефицит кальция приводит к нарушению информационного обмена и обмена питательных веществ, в первую очередь микроэлементов, между клетками организма. Дело в том, что у нас в организме существует бесчисленное множество так называемых кальцевых каналов. И там по канальцам и происходит перемещение питательных веществ между клетками. Знаете, что нехватка кальция – это фактор роста опухолей. Посмотрите мое старое видео про кальций, рак и Отто Варбурга. Но кальций кальцию рознь. Как я уже говорил во многих своих старых лекциях, в организм должен поступать кальций в органической ионной форме в виде цитратов-органитов, но не в виде карбонатов. Кстати, вода, как правило, содержит карбонаты. Поэтому есть даже определение карбонатной жесткости. Вы сразу спросите, предвидя отвечу. Посмотрите вот это мое видео, какую воду надо пить. И что такое системы обратного осмоса. Еще раз, усваиваются организмом только вещества, находящиеся в органической форме. В данном случае цитратов и органитов. Кальций в органической форме всегда есть в зелени и овощах. Если внешний слой кожи ослаблен, если дефицит каких-то питательных веществ, то под воздействием других факторов и происходит образование опухолей, в том числе наружных на коже. Итак, вот основные шесть причин образования опухолей на коже. Первая причина – это сахар, это глюкоза, это повышенное количество инсулина в крови. Я много раз об этом говорил. На чем основано контрастное МРТ, PET-сканирование? На том, что вводят определенный изотоп в глюкозу, разводят в теплой воде, человек выпивает его, просвечивает и видит, где горят огоньки. Это и есть раковые клетки, метастазы, скопление их. Почему? Потому что раковые клетки, в отличие от всех других клеток нашего организма, потребляют сахара, глюкозы, фруктозы в десятки раз больше, чем другие родные клетки нашего организма. На этом основан точный принцип определения, в частности, метастазов. Но не только злокачественные, а и доброкачественные клетки потребляют сахара много. Это для них основной источник энергии. Наши обычные родные клетки организма способны на два пути получения энергии. Первый – это за счет гликолиза и цикла Крепса, то есть из глюкозы получать энергию могут. А второй путь – это китоз, то есть за счет расщепления жиров. Всем, у кого есть опухоль, особенно внутренние, доброкачественные и, не дай бог, злокачественные, категорически потреблять сахар и продукты, содержащие сахара, нельзя. Посмотрите мое видео «Общие принципы лечения онкологии». Ну, а тем, у кого нет такой проблемы, слушайте дальше. Итак, нужно убрать все синтетические сахара из пищи, но на время лечения и натуральные тоже, то есть фрукты, ягоды пока не есть. Временно рекомендую перейти хотя бы на 2-3 месяца на веганскую кето-диету. Второй фактор – это стрессы. Стрессы очень сильно ослабляют иммунитет. Третий фактор, очень характерный для наших дней – это химия в сельском хозяйстве, пестициды, гербициды. Это химия в быту, в одежде, в зубной пасте и так далее. То, на что мы можем все-таки, даже живя в городах, повлиять, но нужно только учитывать эти факторы. Так вот, все эти химические агенты наносят вред ДНК, возникают мутации. Мутации приводят к перерождению клеток, к накоплению ошибок и уже к возникновению аномальных групп клеток, то есть опухолей. Четвертый фактор – это попадание в организм и накопление тяжелых металлов и радионуклидов. Очень важный фактор воздействия. Пятый фактор – грибки микромицеты, то есть дрожжевые, плесневые, паразитические грибки. Об этом у меня есть на канале несколько видео очень важных. Посмотрите хотя бы вот это главное – грибки кожные проблемы. Имейте в виду. Ну и шестая группа факторов – это повреждения кожных покровов, особенно постоянные повреждения в одном и том же месте. Попадание в трещинки, ранки различных возбудителей тех или иных заболеваний, в том числе вирусных инфекций. И, конечно, это ультрафиолет, особенно жесткий. И потому, у кого есть уже повреждения на коже, папиломы, кандиломы и так далее, не облучайтесь в соляриях категорически. Немного вернёмся к кальцию. Кальций в ткани доставляет витамин D, D3. Необходимо держать его под контролем по верхней границе нормы. Обязательно посмотрите вот это моё видео про витамин D3. Ещё один важный фактор защиты, необходимый элемент питания – это витамин F. Это полиненасыщенные жирные кислоты, главные из которых – ЭПК и ДГК. Про них было у меня видео вообще про омега-3, 6-9 жирные кислоты. Вот это видео можете потом посмотреть. Эти жирные кислоты также помогают усваивать кальций. То есть, омега-3 жирные кислоты помогают доставлять кальций в ткани организма. А витамин К2 помогает усваиваться кальцию в костях. Про витамины К1, К2 у меня тоже есть видео. Также витамин К очищает сосуды. Заметьте, всё это жирорастворимые витамины, а потому жир в питании необходим. Ну, это могут быть некоторые масла – оливковое, льняное, кунжутное, органовое. Очень желательно авокадо, некоторые виды орехов. Собственно, я подробно рассказывал про это в моей лекции «Кето-питание». Витамина тоже очень важен. Кстати, при его дефиците всегда такая грубая, ороговевшая кожа. Кстати, злокачественные клетки, перерождаясь из доброкачественных, перехватывают как бы поток крови на себя. Ведь им, для их ускоренного метаболизма, нужен большой ток крови с притоком питательных веществ и, разумеется, кислорода. То есть, при перерождении в злокачественные клетки возникает ангиогенез. Но этот переход, к счастью, блокирует некоторые фитонутриенты, антиоксиданты. То есть, защитники нашего организма. В первую очередь, это вещество дегидрокварцитин. Смотрите вот эту мою лекцию. Я советую употреблять данное вещество всем для профилактики. И у кого есть любые повреждения на коже, любые опухолевые процессы, потреблять обязательно. Помимо Т8-экстра с его полипринолами, такой препарат, как Биокедр, обязательно препарат кальций магний Д3, который вы можете купить в аптеке, скажем, фирмы Солгар или аналогичный любой другой, я советую больше употреблять листовой зелени, крестоцветных. Обязательно посмотрите моё видео брокколи. В этом видео я поясняю, как правильно проращивать и потреблять проростки брокколи. Ешьте как сами плоды, так и проращивайте семена. Обязательно потребляйте цинк и селен. Эти два важных микроэлемента. Сейчас я расскажу о лечении, но вначале несколько важных ещё нюансов. То, что мы в быту называем папилломами, то есть на тонкой ножке, такие наросты гладкой кожи как бы, это мягкие фибромы на самом деле. Ну, будем по привычке так их называть, да? Научное название акрохардон. Такие образования не связаны напрямую с папилломовирусом. Да, кожные покровы могут повредиться, вырасти папилломы, которые как бы заражены вирусом папилломоматоза. В 50% случаях, а то и больше, когда удаляют и отправляют на исследование, в них, в папилломах этих мягких, нету никаких вирусов папилломоматоза. А вот папилломы вирусного происхождения – это бородавки. Если они на гениталиях, это остроконечные бородавки. Ну, а на других частях тела – обычные. Их основание не на тонкой ножке, оно широкое. И поверхность ребристая, похожая на цветную капусту. Цвет может быть от розоватый, но, как правило, ближе к коричневым оттенкам. Кератомы – это сиборийный кератоз. Такое коричневое образование, похожее на бородавки. Кстати, образуются кератомы от единой, когда-то перерожденной клетки, которая называется керотиноцид. И чем старше человек, тем больше у него, как правило, на теле, особенно на лице, кератом. У 90% населения старше 65-70 лет есть кератомы. Они сами по себе безвредны, разве что эстетический вид портят, но за ними можно не заметить, пропустить, особенно когда кератом много, например, меланому, уже рак кожи и другие виды рака кожи. Когда-то поврежденные кератиноциты начинают размножаться из-за мутации рецепторов, влияющих на фермент акатокиназу. А этот фермент тормозит смерть клетки кератиноцита. То есть клетка становится бессмертной и начинает аномально делиться вот в такую своеобразную форму. Сейчас во всем мире ведутся поиски вещества, тормозящего вот этот фермент активатор, чтобы прекратить рост развития неконтролируемой, в том числе, кстати, раковых клеток. Если вы захотите удалять кератомы, папиломы и другие новообразования на коже, то вначале обязательно проконсультируйтесь, пройдите исследования у профессионала-дерматолога, а лучше дерматоонколога. Если есть у человека тем более докторская степень, он специалист, если он профессор, имеет огромный опыт, то такой человек на глаз может определить даже без специальных приборов и исследований, что у вас за проблемы с кожей. Тем не менее, есть арсенал средств. Это дерматоскоп, это различные исследования. Впрочем, об этом я говорил в своем видео про красные точки на коже, гемангиомы. Говоря о кератомах, их можно удалить 40% раствором перекиси водорода. Такой тоже есть, продается. Можно удалить кератомы 100% раствором трихлоруксусной кислоты. Но помните, эти вещества довольно-таки едкие, нельзя разливать на участки кожи другие, то есть точечно, ватной палочкой промакивать несколько раз подряд, 2-3 раза в день. Но вначале все же проконсультируйтесь со специалистом, можно ли конкретно ваши кератомы удалять таким способом. Эти способы должен знать профессионал. Но вы должны знать, что после такого удаления все равно останутся либо микрорубцы, либо потемнение или изменение в любом случае пигментации кожи в этих местах удаления. Такой вариант удаления называется химическим, но есть, разумеется, другие виды удаления. Например, лазером, криудеструкцией, жидким азотом, или электрокоагулятором. На мой взгляд, самый правильный вариант электрокоагулятором. Но главное помнить о том, как бы вы не удаляли любые опухоли наросты, как внешние, так и внутренние, они могут начать расти вновь, пока вы не устранили первопричины и причины, которые привели к их образованию. Поэтому, соответственно, измените питание, уберите сахара из пищи, восстановите работу печени. А пигментные пятна очень хорошо удаляет сок репчатого лука, смешанный пополам с яблочным уксусом. Смешать надо до однородной массы. Ну и, соответственно, ушной палочкой наносить точечно на пигментные пятна, взяв небольшой задел, то есть здоровых тканей, несколько миллиметров по краям. Таким образом, обрабатывать можно 2-3 раза в день с двойным подходом. Чуть-чуть подсохло, ещё раз нанесли. Итак, классические мягкие фибромы, которые мы называем попеломами, часто возникают по причинам точечных деформаций и старения отдельно взятых этих участков кожи. Также они появляются при высоком сахаре, при дисбалансе половых гормонов, при дефиците питательных веществ и при нарушении метаболизма. Попеломы и бородавки очень хорошо удаляют натуральное касторовое масло, только чтобы это касторовое масло было именно получено из растения, клещевины, ну а, соответственно, не химическое, не из нефти и так далее. Если вы будете пользоваться только касторовым маслом, то это довольно-таки долго. Этот процесс можно ускорить. Тогда нужно взять на одну чайную ложку касторового натурального масла одну треть чайной ложки порошка куркумы, только очень советую использовать качественную куркуму с высоким содержанием куркумина, вот эту. Итак, размешали, дайте отстояться часа два-три, ну а потом можете ушной палочкой наносить на попеломы и бородавки, только не забудьте захватить здоровый участок кожи вокруг несколько миллиметров. Поскольку у касторового масла всё-таки жир, подождите минут 15-20, чтобы впиталось, остальное можно салфеточкой аккуратно удалить. Такие процедуры нужно делать два-три раза в день. Полученную таким образом смесь храните в холодильнике до трёх дней, более чем на три дня не делайте данную смесь. Курс от трёх недель и более до полного получения результата, плюс неделя на закрепление. Конечно, что касается попелом, есть ещё старый рецепт, это сок чистотела. Для этого в сезон, летом надламливаете стебли чистотела, и выделяющийся жёлтый сок точечно наносите, как бы прижигаете попеломы. Это нужно делать два-три раза в день, в течение двух-трёх недель до месяца попеломы отпадут. Итак, классические мягкие фибромы, которые мы называем попеломами, часто возникают по причинам точечных деформаций и старения отдельно взятых этих участков кожи. Также они появляются при высоком сахаре, при дисбалансе половых гормонов, при дефиците питательных веществ и при нарушении метаболизма. Ну а в заключение я хочу сказать следующее. Помните, что любые поражения кожи, любые наросты на коже – это отражение внутренних процессов. По-любому нужно учитывать это. Я советую два раза в год всем проходить антипаразитарную программу. Паразиты ведь часто являются причинами проблем с кожей. Если у вас есть грибковые поражения, то обязательно лечите грибки после прохождения антипаразитарной программы. Да, чуть не забыл. Посмотрите моё видео «Гриб шитаки». Гриб шитаки – одно из самых сильных средств в борьбе с попеломами. И, кстати, крем шитаки тоже можно потреблять. Для удобства вашего я распишу программу идеальную, которая будет дана по ссылочке под этим видео «Комплексные меры в борьбе с попеломами и другими новообразованиями кожи». Обязательно смотрите мои лекции. В них вы найдёте ответы на все ваши вопросы. Не забывайте, можно сделать так. В Ютубе набираете «Фролов» и через пробел, например, «Куркума», или «Зубы», или «Волосы», «Печень» и так далее. И вы, скорее всего, найдёте нужную вам лекцию. Ну и в завершении два моих совета, как бы наблюдения. Если у вас толстый живот, выпирающий такой, особенно у мужчин это бывает, либо это поражение, как правило, ленточными червями, гельминтами, либо это больная печень, а именно жирная, ожиревшая печень. В этой связи посмотрите два моих видео, как определить, что печень больна и печень желчной поджелудочной железа. А второй совет таков. Вы знаете, что B12 – очень важный витамин, но он практически не содержится в растительных продуктах, однако есть сведения о том, что есть в спирулине, в других водорослях, и действительно он там есть. Но это лжевитамин B12, то есть там немного другая химическая формула, и тот, который нам нужен, является даже антагонистом этому. На то есть много исследований, но есть одно исключение. Это хлорелла, дорогие друзья. Я советую вам употреблять хлореллу. Дело в том, что в ней в процентном отношении того самого B12, настоящего, нужного нам, больше, чем его аналога. Поэтому я советую именно вот эту хлореллу, лучшую органическую био. Естественно, она богата и всеми витаминами B, другими. И многим прочим смотрите в описании, что входит в состав, как потреблять, сколько. Всё у нас есть на нашей страничке на сайте nadgar.ru, в разделе по продуктам, в товаре хлорелла. Ну а на этом всё. Я надеюсь, что данное видео было вам нужным и полезным. Тогда поддержите мой канал, ставьте лайк, и не забудьте подписаться, а рядом нажать на колокольчик, чтобы вы не пропустили выход моих новых видео и были уведомлены. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Ну и до новых встреч, до свидания.